А перед просмотром этого ролика рекомендую заглянуть на канал Джаспера, на нем вы увидите переозвучки по Седаву, обзоры на Флэша, Старгерл и другие проекты вселенной Arrowverse. Короче, заходи и смотри сам. Ну а я начинаю. Привет, народ! Это по-прежнему я, Blacks Infinity, и сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как четвертая фаза киновселенной Марвел. Да, она была анонсирована еще год назад, даже больше, чем год назад, на один целый месяц больше, но в связи с, так скажем, кое-какими событиями, о которых вы знаете, я не мог высказать свое полное мнение по поводу этого всего, тем более по прошествии года все еще более устаканилось, информация полностью уложилась, и пока что у нас Марвеловская, так скажем, тишина перед DC-шной бурей. Ах, какие панчи я выдаю! Надо все-таки проанализировать, проанализировать все, что показали, все новости, которые были за этот срок вообще, и понять, стоит ли ждать, конечно, наверное, стоит, а точнее, что, где и как стоит ждать, то есть, чего ожидать вообще от каждого проекта конкретнее, где, какие моменты позитивные, какие моменты негативные. Пройдусь и детально, и, ну, так скажем, максимально, без воды, как получится, в общем. И видео разделится, наверное, на две части, это первая часть, где мы поговорим про фильмы, а во второй части, наверное, будет короче, мы поговорим про сериалы Disney+. С вами я, Blacks Infinity. Погнали! Начинать истории с чистого листа всегда трудно, а еще труднее начинать новые истории, когда у тебя за пазухой другая история, которая как бы одновременно завершена, но и как бы ожидает нового начала. Сага Бесконечности — определенно завершенное произведение, где есть все элементы трехчастной структуры и оконченного путешествия. Главные герои, что были представлены в начале этого десятилетнего путешествия, получили свои завершающие арки, а зритель получил эмоциональное удовлетворение от их окончания. Но киновселенная Marvel, в отличие от других саг-долгожительниц, это что-то совершенно иное. Другое творение индустрии, где, несмотря на один большой конец, все закончить сразу не удастся. Поэтому после первой саги будет следовать другая. А вот какая, это нам предстоит узнать совсем скоро, потому что впереди нас вновь будет ждать долгий первый акт экспозиции — истории продолжения. Мои первичные опасения вытекают из того, что каждая франшиза, что имела продолжение после окончания основной истории, имела значительно меньше успеха, чем ее старший брат, а в каких-то случаях даже полный провал. И под словом «продолжение» я подразумеваю и сиквелы, и приквелы, и даже спин-оффы, потому что все они, так или иначе, являются духовными наследниками относительно оригинала. И чтобы вы понимали, здесь в сравнении я привожу только кино или телефраншизы, потому что сравнивать кино и книги, допустим, банально тупо. Конечно, бывают ультра-редкие исключения, когда продолжение превосходит оригинал. Из примеров, первым, что приходит на ум, — это вторая трилогия франшизы «Люди Икс». Про вот это недоразумение и лучше давайте немного не вспоминать. Банальная причина многих провалов таких историй сводится к тому, что они строятся либо на старых персонажах, которых уже просто некуда двигать дальше как самостоятельных героев, ибо их истории раскрыты вдоль и поперек, либо создают новых, которые выступают прошлым, а также события, которые могут быть как масштабнее, так и камернее, но слишком походить на оригинал и вследствие чего не вызывать таких же эмоций. Киновселенная Марвел потеряла двух своих главных героев, вернее сказать, закончила их историю. А ведь именно ради Кэпа и Тони многие следили и ждали каждую новую часть этого сериала, даже несмотря на то, что это могла быть очередная «Капитан Марвел». Конечно, Файги здесь увернулся от проблемы продолжения старых персонажей. Значит, его вторая сага будет более целостнее, ибо будет работать с новым материалом. Конечно, иногда вспоминая о героях прошлого. Но вот сможет ли он перевести упор фанатов на новых главных лиц? А главное, сможет ли он сделать их такими же невероятными, как дуэт «Железо» и Америки? Лично мне как-то так не кажется. Конечно, фантомные шансы есть всегда, но единственные, кто внушают доверие из фронтменов на данный момент, это Паучок и Стрэндж, а с ними отдельная запара, о которой мы поговорим попозже. Ну ладно, раз уж я вам внушил свое воодушевленное отношение к новой эре Марвел, давайте пройдемся по каждому будущему в фильме студии конкретнее. И начнем мы с самого ближайшего релиза. «Черная вдова» близится к выходу 5 ноября этого года. Она задержалась ровно на полгода из-за коронавируса, из-за которого также были сбиты все планы Кевина Файги. Но и не только его, конечно. Соник Наташи должен стать событийным приколом к Войне Бесконечности, ввести многих персонажей из лора романов, представить впервые на больших экранах такого злодея, как Таскмастер, а также умело отдать дань ныне покойному персонажу киновселенной. Да, этот Соник, скорее всего, запоздалая личная история «Черной вдовы», которой не было места в графике релизов до этого. Но не стоит забывать, что сюжеты Марвел с каждым следующим фильмом становились все более и более зависимыми друг от друга. А «Вдова» является еще и стартом не просто четвертой фазы, а целой новой саки. А это значит, без завязочных сюжетных мостиков здесь не должны никак обойтись. И самым потенциальным таким сюжетным ружьем, скорее всего, станет Елена Белова, которая возьмет прозвище своей сестры и станет вдовой нового поколения. Я, кстати, вам зуб даю, что в фильме будет так. В конце Еленочка вроде как откинется, и Наташа будет, ну, рыдать. Возьмет ее зеленый жилет, перекрасит волосы в честь нее, но в одной из сцен после титров мы узнаем, что она на самом деле жива, и была спасена какой-нибудь тайной организацией. Тем более в трейлере даже есть сцена, где ее связали в белом костюме, на котором уже, ой, нет зеленого жилета. Заставляет задуматься, да? Главное мое пожелание, чтобы здесь не слили Таскмастера. И вообще, чтобы его показали правильно. А то есть опасения, что сольют как технический, так и драматургический. Это будет очень плохо. В целом, от этого фильма я не жду чего-то мегаэпичного, но ставки слишком высоки. Ибо прошло больше года с момента последнего проекта Марвел, и у фанатов уже кислородное голодание. А это значит, что если Черная Вдова не будет готова удивить чем-то, как другая война, а также подарить экшен в стиле этого фильма, то она окажется на растерзание чувства завышенного ожидания. И это будет совершенно оправданно. А что вы еще хотите, если не делаете фильм-открытие новой фазы максимально качественно? Верно, получаете Железного Человека 3. А если делаете как надо, получаем великолепное противостояние. Следующим проектом у нас идет совершенно новый тайтл. И не просто какой-то новый сольник, а фильм о целой космической расе. Все, что мы имеем по нему на данный момент, это информация по касту, парочка артов, кадры с места съемок и некоторое количество непроверенных слухов. Несмотря на отсутствие внятной пиар-компании, и пока что ожиданий от этого фильма у меня уж точно больше, чем от Черной Вдовы или Шанг-Чи. Во-первых, связано это с тем, что в сюжете на главной роли фигурирует Дэйн Уитман. Черный рыцарь. Довольно интересный и уникальный персонаж с огромным бэкграунд-лором, которого очень интересно было бы увидеть на больших экранах. Но, конечно же, интереснее здесь то, почему именно этот фильм стал выбором для ввода персонажа. Вот именно такой вопрос и подгоревает во мне высокий статус ожидания. В комиксах у него как-то была вроде арка, где он был связан любовной линией Серси, одной из вечных, которая в этом фильме играет Джема-Чан. А по еще кое-какой информации мы узнавали, что между Серси и Карисом будет что-то вроде романа. Так что возможен некий любовный треугольник, но не стоит забывать, что помимо этих персонажей, здесь еще горстка других, в числе которых Тена и Аджак, роли которых исполняют такие мастодонты Голливуда, как Анжелина Джоли и Сальма Хайек. Во-вторых, меня очень польщает, что Марвел снимала вечных большую часть времени на натуре и даже строила отдельные локации, а также хронологический размах ленты, начиная от вавилонских событий, переходя непосредственно в наше время, что буквально кричит об эпических и размашистых событиях ленты. Но опасения у меня также имеются и вытекают они, если посмотреть на ключевое творческое трио проекта. И если Хлоя Джао в качестве режиссера у меня не особо вызывает опасений, потому что у нее и две номинации Каннского фестиваля за свой большой дебют и хорошая драма «Наездник», что получила положительные оценки и от зрителей, и от критиков, то вот некие братья Фирла на сценаристах вызывают у меня уж очень большие опасения, потому что на их счету только лишь одна непопулярная короткометражка, о которой ровным толком ничего не известно. Конечно же, основные сюжетные перипетии диктуются продюсерским составом Марвел, но на, по сути, новичков возлагает соответственно сделать просто невероятное повествование с кучей важных персонажей, космической тематикой, а также размахом по времени в целые тысячелетия. Все это невероятный труд для новичков, и непонятно, что будет в итоге. В дальнейшем на прожарку у нас идет Шанг Чи, про которого информации примерно столько же, сколько и про вечных. Но, конечно, слегка... ну, меньше, и она менее интересная. Из самого вкусного нас ожидает долгожданное появление настоящего мандарина, которого, я надеюсь, не сольют за один фильм, а то это будет, ну... 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 будет. Здесь, кстати, тоже снимали на натуре и строили целую деревню для съемок. Так что, ну, как бы, радуется мое кинематографическое сердце. Спасибо, Кевин Файги. Спасибо, что ты делаешь все, чтобы не повторилась ситуация с финалом Черной Пантели. Спасибо. Про сюжет мы знаем лишь из пары слухов, что он сконцентрируется вокруг некоего турнира, победитель которого вроде как получит все 10 магических колец разом. И, видимо, концепция будет чем-то напоминать Mortal Kombat и проекты схожего типа. Посмотрим. Было бы прикольно, если бы фильм был нечто похожим на экзамен на Чунина из Наруто с технически крутыми драками и довольно умными схемами. Кто смотрит Наруто у меня на стриме, дайте пять. Здесь главное опасение у меня также сводится к сценаристу, хоть тут они и значительно меньше, потому что, в отличие от предыдущих ребят, Дэвид Келлахэм уже считает голливудский мастодомт. Только вот его кинобиография не особо внушает. Он полностью сочинил сюжет и написал сценарий к Думу 2005 года. Да-да-да, не удивляйтесь. Написал сценарий первых неудержимых из Зомби Лэнта 2. Сочинил сюжет Годзио 2014 года, но сценарий был написан другим человеком. И также занимался переделыванием сценария Эдгара Райта к первому муравью. В последнее время его начали активно брать на большие блокбастеры, и помимо Шан-Чи, он как сценарист назначен на Чудо-женщину 84, ремейк Мортала Комбата, сиквелы Паука Через Вселенные и экранизации диснеевского Геркулеса. Возможно, продюсеры знают нечто большее, чем мы, и чел прокачал свои скиллы и готов рвать рынок. Ну, это мы скоро узнаем. Как же я переживал за судьбу Человека-паука в прошлом году, вы просто не представляете. Потому что дебила на Соне и дебилы на Диснея что-то не поделили. Они просто не могли нормально уладеть конфликт, видимо, и мы чуть было не потеряли одного из фронтменов киновсемленной, буквально на пустом месте. Хорошо, что эти проблемы позади. Ну, я надеюсь, что позади. Это как раз одна из тех проблем, почему Паучок, возможно, и не будет фронтменом в киновселенной из-за вот этих вот перепалок между студиями. Ну ладно, пока что проблема позади, и мы можем спокойно ожидать его триквел, который ожидается лишь в конце 2021 года. Очень интригующая концовка второй части заставляет с нетерпением ожидать продолжения развития событий и надеяться, что для конца так называемой трилогии Файги и компания подготовили что-то действительно невообразимое. А главное, им уже потихоньку пора отходить простой наивной подростковой атмосферы и становиться более серьезными и трагичными. Хотя этот прогресс между первой и второй частью и так был, но слишком мал. Нам нужны радикальные перемены. Уже пора. Холланд не малыш. Пора удивлять публику. Все боятся, что твист с раскрытием личности решат первые минуты триквела, но слухи о названии фильма, который вроде как пока именуется «Хомсик», «Тоскующий по дому», говорят об обратном. В любом случае, я доверяю творческому коллективу Последнего Паучка и надеюсь, что они вновь порадуют вас и меня в том числе. А, конечно же, все еще ждут «Сорвиголову» в гости к Паучку на этот раз, и я тоже жду, но это пока что из раздела фантастики и будет не особо грустно, если он так и не появится. Главное, чтобы вновь был крутой злодей. Надеемся на Крэйвина-охотника, а еще лучше его в дуэте со Скорпионом. Дальше у нас числится первой в истории киновселенной «Квадриквел» или «Словами обывателя» четвертая часть. Франшиза Тор выходит за рамки трилогии, а все потому, что появилась необыкновенная инициатива со стороны режиссера третьей части Маэстро Тайки Вайтити, который предложил свой концептуальный план Файги, и тот согласился. Я ни капельки пока что не переживаю за проект, потому что тут и возвращение Джейн Фостер, да еще и ее становление как нового Тора, ведь ее соль на арках комиксов была довольно интересной. И Кристин Бэйл на главном злодея, а этот мужик за второсортные роли не берется, поэтому там точно что-то интересненькое подают. Да и, возможно, камео «Стражи Галактики» воудушевляет. Но самое главное здесь то, что в этот раз ситуация с творческой ролью Тайки Вайтити совершенно другая. Тайка доказал, что он отличный режиссер, и Рагнарек, как бы кто к нему не относился, явный тому пример. Один из лучших фильмов вселенной, а для Квентина Тарантино вообще лучший. Но наш новозеландский друг еще и замечательный сценарист, ведь все его лучшие фильмы были им же и написаны, но вот к Рагнареку он сценарий не делал, ибо был приглашен уже после того, как тот был готов, и при работе больше отталкивался от готового сценария, конечно, внося свои правки. В этот же раз Тор, Любовь и Гром полностью в руках Вайтити, а Дот при полном творческом контроле может выдать просто невероятную работу. Не зря же он получил Оскар, Бафту и премию гильдии сценаристов за сценарий кролика Джоджо. Тот же. Наверное, пока что самый ожидаемый мною проект это Доктор Стрэндж Мультивселенной Безумие, который должен был сначала стать серединой четвертой фазы, а теперь со всеми сдвигами он стал ее финалом. Ну, вроде как финалом, если что-то вдруг не изменится. Захватывающее название, говорящее нам о каких-то масштабных событиях, которые готовы изменить киновселенную до неузнаваемости. Здесь у нас и Доктор Стрэндж, пока что главный фаворит на смену Тони Старка, с очень интересной историей и проработкой, и камео Алой Ведьмы вместе с кроссовером Ванда Вижн, и возвращение барона Мордо со статусом антигерой. Хоть это и мой любимчик из всех, но петь расширенный диафирам бы мне как-то не хочется. Слишком, может, далеко нам до этого проекта, и про него мы знаем меньше всего. Да и пока что утверждать, что Доктор Стрэндж — это фронтмен, рано, потому что первый фильм собрал, ну, скажем, маловато деньжат. И дай бог вторая часть исправит эти ошибки и соберет, ну, как минимум миллиард. Еще немного меня напрягла ситуация со сторонением Скотта Дерриксона с поста режиссера, судя по схивам, которые никак в итоге и не провергались. Дерриксон поссорился с Файги на почве конфликта, что Скотт не желал вообще включать Ванду в фильм. А вот по задумке Файги, она там сыграет чуть ли не главную антагонистскую роль, наподобие Тони Старка из «Противостояния». В одной из переписок Дерриксон так и сказал Файги, что лучше они бы переименовали фильм «Приключения Алой Ведьмы». Но в итоге на его замену пришел Сэм Рэйми и я чутка успокоился, все-таки этот джентльмен будет поопытнее. Думаю, его кинобиографию причислять не будем. Напрягает, что после провала отзыва «Великого и Ужасного», где, в принципе, вся вина ложилась на просто конченный сценарий, а вот по режиссуре все было ок, его мы слишком долго не видели на большой арене. Надеемся, он сможет преподнести нам эпос на уровне Человека-паука 2 и закрепить свое звание комиксного маэстро. Теперь мы заходим за границы четвертой фазы. Или же это тоже четвертая фаза? Никто с нами подробностями пока что не делится, но поговорить об этих фильмах, которые идут за гранью анонсированной четвертой фазы, мне хочется. «Черная пантера 2». Словосочетание из слов «черная» и «пантера» вызывает на просторах кино-СНГ бурлиния говна больше, чем от каких-либо других словосочетаний. Нет, еще есть «Капитан Марк», точно не забываю. Да, для многих в СНГ этот фильм говно. Многие его там просто как угодно поносили и так далее, тому подобное. Но для меня с каждой секундой времени он становится все более значимым для мира. Я нахожу в нем все более потаенные углы, разбирая культуру или деятельность афроамериканской нации. Движение Black Lives Matter еще более мне показало, что идеи киллмонгера были даже не сказочные, а реальны. И Куглер многое из того, что происходило в реальности, предугадал в фильме. Но первая часть прошла, и режиссеру предстоит не только выдержать планку первой части, но и выдать что-то еще более нереальное. Это касается и довольно взрослой и проблематичной темы для второй части. Без нее или с слишком слабой идеей будет сразу заметно большое провисание по сравнению к оригиналу. Ну а также попытка создать злодея на уровне киллмонгера, ибо отсутствие такого же мощного соперника тоже очень скажется на качестве ленты. Лично я надеюсь, что ребята все-таки догадаются и ведут Немера и Атлантиду через этот фильм. С помощью этого можно убить сразу нескольких зайцев при правильной обработке основной цепи событий. Еще я надеюсь, что Куглер не станет привлекать вновь Майкла Би Джордана, ибо они с ними очень близки к Криша, и эта дружба, как по мне, сказалась на оригинале таким образом, что персонаж Джордана был намного лучше прописан, чем главный протагонист, а это не очень. Если даже Куглер как-то решит внедрить киллмонгера во вторую часть, то пусть он учтет ошибки, все ошибки первой части, и сделает это на раскрытие Чалы, чтобы с помощью него как-то еще более раскрыть образ протагониста. Потому что, а как его еще, как призрака вводить, воскрешать? Эммм, короче, посмотрим. Самый страшный кошмар, который пока что лежит на горизонте, это сикл Капитана Марвел. Ой, не знаю, ой, не знаю. Все знают, что я буквально ненавижу первую часть, потому что это сценарный огрызок с минимум проработки отдельной части истории. Братья Руссо в финале смогли слегка подправить персонажа в лучшую сторону, но этих изменений еще не хватает, чтобы считать Кэрл Денверс КВМ адекватным персонажем. Особенно страшно за то, что, по слухам, этот фильм станет сольником ивентом наподобие противостояния братьев Руссо. Но все дело в том, что братья Руссо до этого фильма уже имели успешный опыт, даже в Марвел, даже больше, чем успешный опыт. Ведь с сиквелом Капитана они смогли видоизменить и спасти его образ. Да и сценаристы триквела Кэпа были не новичками. А тут у нас некая Ниа Дакоста, режиссер пока что никак не отметившийся, лишь снявший новый Кэнди Мэн, который еще даже не вышел, и Меган Макдоналл, одна лишь из сценаристок Ванда Вижн, которая тоже по факту является новичком. Да, Файги уволил режиссеров и сценаристов первой части и позвал новые лица, но на них возложена слишком большая ответственность. И исправить тучу огрехов первой части, и попытаться экранизовать ивент секретного вторжения вместе, это что-то, ну, это слишком колоссальная нагрузка, и мне кажется, что эта парочка все это не осилит. Но пока что слишком рано сидеть. Джеймс Ганн и его далекое, ну, в смысле, по графику релиза, завершение истории Стражей Галактики. Очень жду этот проект, потому что после невероятной эпической и драматичной второй части он доказал мне, что может делать невероятную грязь. А тут он сам обещает концовку для этой команды и раскрытия истории ракеты. Судя по всему, полосатый сыграет ключевую роль в фильме, а в конце может и трагично умереть. Высший эволюционер как главный злодей, опасный мужик на самом деле. Да, и еще про поиски Гаморы из другой реальности не забывайте, которые точно будут идти совсем по неожиданным схемам, как Ганн это умеет делать. А также, может, и Тор как-нибудь впишется в эти приключения. Спасибо Файке, что убедил дедов из Диснея вернуть Гана обратно на свое творческое, режиссерское кресло. Гики эту победу никогда забудут. Хочется сказать также пару слов про Триквел Муравья, Блейда и неанонсированных, точнее полуанонсированных фильмов о Фантастической Четверке, Мутантах и Дэдпуле. Про Триквел Муравья говорю. Ничего не знаю, абсолютно не жду, как и Капитан Марвел 2, но меня напрягает одна вещь. Пейтон Рид остался в режиссерском кресле. Чел, который просто использовал наработки от Гаррайта при работе с первой частью, который взял все те же самые наработки на вторую часть, и это не удалось, а все его сольные наработки не сработали. И этого чела вновь берут делать фильм. Да, поменяли сценаристов, но... 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 Короче, не знаю. Посмотрим, что будет. Про Блейда. Махершала Али на главной роли. Крутой актер, мне нравится. В зеленой книге он великолепно отыграл. Один из лучших злодеев Netflix Marvel. Наверное, топ 2 или 3. Топ 3, точно, топ 3. Поэтому... Я его одобряю как Блейда. Но это и все, что известно про Блейда. Ну, а фантастическая четверка, Люди Икс и Дэдпул, про них ничего не известно, кроме того, что Файги сказал, что Люди Икс он будет делать абсолютно не так, как делали 20-й век Фокс, а фантастическую четверку он наконец-то покажет правильно и сделает из нее невероятную команду, которую так не могли сделать на экранах до этого. Но про Дэдпула говорил только Райан Рейн в 2019 году, в конце, что разработка Дэдпула 3 ведется. Все. Ну что же, это была первая часть видеоролика про будущее киновселенной Марвел, а точнее про четвертую фазу. Это были фильмы. Мы еще поговорим про сериалы, потому что слишком много материала в один ролик, я не хочу его делать огромным роликом на 35 часов. Это никому не интересно. Поэтому в следующей части, которая явно будет короче, мы с вами поговорим про сериалы, рассмотрим их творческие позиции, что можно ожидать по качеству, по контенту и так далее и тому подобное, как это сделали здесь. Ну и впереди у нас... Не знаю, когда выйдет вторая часть, потому что впереди у нас ждет контент по DC, если он уже не начался, потому что я мог этот ролик просрочить. Я умею. Ну ладно. Все, с вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А также заходите на мой Twitch-канал и оформляйте платную подписку. Если вы не знаете, что входит в платную подписку, посмотрите ролик с моим возвращением. Вот он там, 28 минут что ли длится. Там тайм-кода указано, поэтому можете посмотреть. Ну все, ребят, давайте встретимся.